Бороться с сезонными ОРВИ помогут продукты из супермаркета. Но если бы все было так просто, съесть лимон и избавиться от коронавируса, увы, не получится. А вот укрепить иммунитет и уменьшить риск инфицирования вполне. Ученые составили список из 50 самых полезных продуктов. Вы представьте себе, в него входит даже сахар. Вот они, 59,99 яблоки, самые бюджетные на сегодняшний день. Яблоки вместо конфет – привычка действительно полезная. Первое время, конечно, придется не сладко, но взамен вы получите ударную дозу антиоксидантов, клетчатки и витамина С, конечно же. Прежде чем готовить огурцы, лучше все-таки снять с них шкурку, потому что в шкурке могут накапливаться нитраты. Зато в самих огурцах много калия, природного регулятора обмена веществ. Начинается простудом, дышите над картошкой. Этим проверенным методом пользовались целые поколения. Сейчас о нем как-то подзабыли, но картошка действительно работает. Главное – не обжечься паром. Килограмм картофеля стоит на этой неделе 19 рублей 99 копеек. Как бы ни критиковали молоко, мол, и организмов оно не усваивается, и слишком аллергичное, но от фактов никуда не денешься. Молоко – это настоящая витаминная пилюля для нашего иммунитета. И стоит оно на этой неделе 41 рубль 99 копеек за литр. Вот никогда бы не подумала, но сладкоежки, оказывается, почти не болеют артритом. А еще сахар защищает от тромбоза и помогает наладить работу печени. Ну и как после этого отказаться от сладенького? Яйца, наконец, реабилитированы. Врачи уверяют, что холестерин, который в них содержится, может навредить разве что сердечникам. Им рекомендуется съедать не больше одного яйца в день. Куриное мясо содержит витамины калий и холин, вещество, очищающее печень от лишнего жира. Так что включаем в рацион курочку по 119 рублей 99 копеек за килограмм. Если заболела горлом, полоскайте его растительным маслом. Это я не с потолка взяла, так сами врачи поступают. Говорят, что масло помогает даже от кашля. Но я бы все-таки предпочла его в салате. На этой неделе растительное масло продается по красной цене 75 рублей 49 копеек за литр. 490 рублей я потратила на продукты в прошлый раз, а в этот раз всего 447 рублей. Вот так удачно сходили по магазинам Юлия Пегушна и Феликс Красихин, телерадиокомпания «Сигма», «Ля Нур-24».